Среди пытавшихся устроить госпереворот в январе были известные личности. Об этом заявил президент Казахстана Касамжимар Тукаев. Для страны это стало огромным испытанием, которое Казахстан успешно преодолел. Я всегда говорил, что буду до конца со своим народом. Как говорили наши предки Штеншханжау Жаман. Среди них были известные личности. Были руководители военных и спецорганов. Даже взяли под контроль связь. Использовали все действия, чтобы дестабилизировать ситуацию. Все виновные в событиях трагического января понесут наказание. Какие бы должности и позиции в обществе они не занимали. Следствие по делу о заговоре силовиков и их пособников продолжается в интенсивном темпе в режиме секретности. Одно могу сказать. Имела место масштабная детально разработанная операция. Целью которой было смещение высшего руководства. Его дискредитация в глазах народа и зарубежной общественности. Для достижения данной цели заговорщики, не колеблясь, использовали профессионально подготовленных боевиков, перед которыми стояла задача посеять хаос в Алма-Ате, нашем самом крупном городе, внушить страх людям, заставить их поверить в фатальность исхода событий. Дестабилизировать ситуацию в стране. По словам главы государства, наша страна достигла важного этапа независимости. Работы предстоит много. При этом Казахстану нужны кардинальные реформы. В противном случае произойдет застой. По словам Токаева, сегодня все замыкается на президенте. Глава государства объявил о необходимости перехода от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Предлагаю законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий. Тем самым мы избавим будущих лидеров страны от соблазна подмять под себя основные политические институты. Исходя из этой же логики, следует ввести в наше законодательство положение об обязательном выходе из партии председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета. Вместе с тем мы видим, что сфер концентрации полномочий в Центре проецируется и на региональный уровень. Поэтому нужно законодательно запретить Акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партии. Для ближайших родственников президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квази-государственном секторе. Считаю, будет вовсе не лишним закрепить данную норму в Конституции. Политическая трансформация нацелена на формирование честных и справедливых правил игры и искоренение монополий во всех сферах. Президент предложил создать в стране Конституционный суд. Предлагаю создать Абайскую область. Семей станет центром нового региона. Я знаю, что местные жители давно говорят об этом. Сейчас много нерешенных вопросов. Например, полностью изношена внутренняя инфраструктура региона. Президент также предложил создать Улутаускую область на территории бывшей Жизказганской области. Жизказган снова станет областным центром. Много проблем и в Алматинской области. С учетом этого президент решил разделить ее на две части. В этом регионе будут образованы Житвесуйская и Алматинская области. Центр Алматинской области должен быть в Капшагае. Центр Житвесуйской области будет расположен в Талдыкургане. Созданные области Абай, Улутау, Житвесу имеют особое значение. Мы предложим воспроизводить в сознании поколений исконные имена нашей великой земли, имена наших великих личностей. Президент Касамжу Мартукаев заявил, что присоединится к предложению о переименовании города Капшагаев Кунаев, если с такой инициативой выступит сам народ. Город Капшагаев тесно связан с именем выдающегося деятеля для нашего народа Зинмухамеда Кунаева. Если народ предложит переименовать Капшагаев в его честь, я присоединюсь к данному мнению. Президент поручил узаконить норму не больше трех заместителей у Акимов. Только в исключительном случае их может быть четыре. Амжилисмены получат возможность самостоятельно принимать законы. Нововведение позволит упростить и ускорить процедуры рассмотрения и принятия законопроектов. А еще необходимо ужесточить наказание за насилие в отношении женщин и детей. Поручаю Генеральной прокуратуре всесторонне изучить данный вопрос и решить эту проблему. Кроме того, президент призывает окончательно отменить смертную казнь и внести это в Конституцию. Рабеков, информационная служба, телекомпания «Утрар».